Всем привет, друзья! Вы снова на канале Мэйз Эстонии. И сегодня мы продолжаем чинить нашу машину. Сегодня мы с вами заменим салонный фильтр. Вот такой фильтр я купил для салона. Этот фильтр предназначен для того, чтобы фильтровать воздух, который с улицы попадает в салон автомобиля. Ну, чтобы пыль, сажа, все это оставалось на фильтре, а не в ваших легких. Сейчас покажу, как он выглядит. Ну, выглядит вот так. Самое интересное, что я не знаю, где в этой машине находится этот фильтр. Я посмотрел по схеме, он находится где-то в районе среднего бардачка. Я ни разу не менял, сегодня буду менять первый раз. Хочу вам все это снять, чтобы показать, как и что меняется на своем примере. Вот он наш бардачок. Вот где-то там располагается этот фильтр. Для начала я откручу вот эти раз, два, три. Вот эти три шурупа. Погнали. Первый шуруп. Второй шуруп. И третий шуруп. Итак, три шурупа я отверну. Откидываем бардачок. И тут мы видим еще одну крышку. Но она почему-то стоит сбоку. Не по центру. И поэтому, скорее всего, придется разбирать все остальное. Итак, давайте открутим еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще шесть саморезов давайте открутим, чтобы нам ничего больше не мешало. Пришлось еще открутить. Два самореза сверху. Ограничительную планочку сворачиваем. Вбок. И всю эту конструкцию положим на бардачок. Вот мы теперь видим, здесь у нас один. Сейчас я направлю свет. Один. Вот этот вот шурупчик еще. И вот второй шурупчик. Сейчас мы их тоже открутим и посмотрим, туда мы лезем или не туда. Ключиком на пять с половиной откручиваем эти два саморезика еще. Тоже придумали. Могли бы туда отвертку сделать. Так все, открутил я эти два самореза. Сейчас попробуем открыть эту крышку. Нифига. Не открывается. Что-то еще держит. Может я вообще не сюда лезу. Ее вообще просто не открыть. Вообще жесть. Вообще не открывается. Да-да, только отверткой. Только отверткой смог я подцепить. И вот там уже показался фильтр. И как его оттуда вытаскивать. Вот он. Смотрите. Смотрите сколько в нем грязи. Чтоб вам было видно. Я вытащу фильтр на улицу. Вот смотрите какой он сверху. Цветом. А какой он снутри. То есть. Воздух впадает сюда сверху. Проходит через фильтр. Сюда уже выходит салон. Представляете сколько вот здесь вот грязи. Вот эта вся грязь. Эта вся грязь. Была бы у вас в легких. Вот такие вот дела. Теперь каким-то образом. Сюда надо вставить новый фильтр. Сейчас будем пробовать. Достаем новый фильтр. Странно. Он другой. Он немножко отличается. Фильтр немного отличается. Этот более какой-то хлипкий. Видимо раньше делали. Делали фильтра. Более такие надежные что ли. А сейчас такой вот никакой. Ладно попробуем поставить. Здесь есть стрелочки. Обращайте внимание. Здесь есть стрелочки. Вот. Стрелочки. Показаны как должен дуть воздух. Снимаем бардачок. Чтобы он вообще не мешал. Теперь мы попробуем засунуть сюда фильтр. Вот таким образом. Ставится фильтр на место. Ставим назад крышку. Крышка просто защелкивается. И прикручивается на два самореза. Не знаю будет ли видно. Здесь такие потемки. Снизу. Так все. Прикрутили. Теперь назад будем вставлять бардачок. Чтобы удобнее было вставить бардачок. Надо все таки открутить. Вот здесь. Вот эту накладку. Чтобы здесь был зазор. Ура. С третьей попытки мне удалось. вставить этот бардачок. Вот в эти места. Здесь специальные пазы есть. Два пазика. Так. Теперь. Все это дело собираем. Как было. Теперь собираем все в обратном порядке. Закручиваем все болтики. Закручиваем все шурупы. которые мы откручивали. Да. Не так-то просто вниз головой сидеть. и крутить эти шурупы. Все шурупы мы прикрутили. Весь этот, 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 этот. И здесь еще два. Надо прикрутить эту вот планку. Вот. Ставим ее на место. И тут еще три самореза. Все. Планку мы закрутили. Пробуем бардачок. Бардачок закрывается. При необходимости бардачок можно подрегулировать, чтобы он не на почках не шумел. Бардачок закрывается и открывается. Теперь надо закрутить еще самый-самый нижний саморез, который мы открутили. Вот этот не забываем. Закручиваем обратно эту планку. Проверяем, чтобы ничего не люфтило, не болталось. Иначе, когда вы будете ехать, у вас все это будет дребезжать. Ну, что я могу сказать? Посмотрите еще раз на этот фильтр, на эту грязь. И сами подумайте, надо вам менять фильтр салонный или не надо. Жесть вообще. Просто жесть. Чем мы дышим? Вот этой гадостью мы с вами дышим. Так что всем, у кого есть трайн джампер или фиат дуката или там, не знаю, другая модификация этой машины, всем советую залезть под бардачок и поменять фильтр. Ну, короче, вам решать, менять фильтр или нет. Насчет работы скажу так. Поменять фильтр было несложно, но в салоне в салоне очень маленькое пространство. Можете видеть, да? Вот маленькое пространство. И поэтому менять фильтр просто неудобно. Сидения, эти сидения не отодвигаются. Это сидение у меня полностью отодвинуто, но все равно пространства мало, поэтому очень мало пространства для маневров. И получается, что когда меняешь фильтр, находишься головой под панелью, и это неудобно, и это вызывает дискомфорт, ну, просто неудобно. Ничего сложного нет, просто неудобно. Всем советую, у кого руки на месте, менять самим. Ничего сложного. Заняло у меня примерно 15 минут. Ну, что могу напоследок сказать. Все. Ну, все, дорогие друзья, на этом я заканчиваю. Если вам это видео было полезно, ставьте пальчики вверх. Если вам что-то непонятно, пишите в комментариях. Я всегда отвечу на ваши вопросы. Если что-то я делал неправильно, можете тоже мне написать комментарий и поправить меня. Может, есть какие-то специальные фильтры, специальные. Пишите. Пишите, поправляйте меня. Итак, до новых встреч. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok